У всех на моем вебинаре «Феномен стыда и вины» в свете использования примитивно-поведенческого подхода. Для начала разрешите представиться. Зовут меня Воробьевский Александр Анатольевич. Врач-психиатр-аккредитованный, психиатр-нарколог, психотерапевт, детский психиатр, детский психотерапевт. Работаю уже более 28 лет. Здесь можете ознакомиться с моим образованием. Пришлось мне поработать и поруководить отделением реабилитации зависимых форм поведения самых разных клиников. Есть опыт судебно-экспертной деятельности в составе специальной медицинской комиссии. Ну, а с некоторых пор я очень плотно, в принципе, занимаюсь психотерапией. И всю свою, скажем так, сознательную и профессиональную жизнь в последние 10 лет стал заниматься плотно. И помимо постоянного практического приема, да, работы с пациентами, веду самые разные образовательные программы, индивидуальную, групповую, консультированную, психосоматическую направленность. Есть опыт супервизорской деятельности. Так в чем же вот феномен, так называемый феномен стыда и вины? Терапевты, психотерапевты, клиенты, пациенты Очень часто к чувству стыда и вины подходят с ошибочным наблюдением, что эти чувства по своей сути негативны. И очень часто задаются задачей, целью искоренить стыд, веря, что это каким-то образом человеку поможет. Ну, на самом деле это далеко не так, потому что и стыд и вина – это необходимый аспект человеческого состояния. Проще говоря, того, что носит название «наша самооценочка». Поэтому представьте себе, как можно воспринять то, что лежит в основе нашей идентичности. И задача терапии в этой области – это, прежде всего, содействовать, помочь клиенту развития использовать умеренное количество стыда и выйти на рациональное чувство вины для выздоровления. Вот об этом сейчас и будем говорить. Тема эта заинтересовала меня, привлекла мое внимание около 10 лет назад, когда мне в руки попала монография Роберта Коттера Фрона. Монография написана консультантом, работающим с зависимыми формами поведения. Я очень люблю такие монографии. Он переработал огромную кучу материала, аналитической направленности, когнитивно-поведенческой и же с ними самых разных подходов. И, наверное, один из немногих впервые настолько серьезно обратил внимание, что и стыд, и вина, мало того, это необходимый аспект человеческого состояния, и стыд, и вина, несет огромный позитивный ресурс в плане восстановления, выздоровления человека от самых разных психоэмоциональных проблем. Давайте начнем со стыда. Стыд как необходимый аспект человеческого состояния и его позитивный смысл. Негативное восприятие стыда, по своей сути, ошибочно и здорово препятствует в том, что называется облегчение боли, связанное с переживаниями стыда. А переживание стыда, тем, кто знаком с глубинными и промежуточными убеждениями, перезывается очень серьезно и вносит очень большой раздрайв в нашей жизни. Так вот, именно умеренный стыд, обеспеченный от индивиду толчок к умшению своей жизни и пониманию себя. Умеренное ощущение стыда – это сигнал, что в отношении человека и окружающего мира то-то идет не так. А так как стыд имеет межличностное происхождение, отражая наше растущее осознание того, что мы занимаем, на самом деле, очень небольшое место в Вселенной и далеко не все, что мы делаем, может быть, принято остальным своего рода торможением детского анестатического побуждения. Прежде всего, хочу обратить внимание на то, что носит название «Позитивные функции умеренного стыда». И я достаточно часто в практике сталкиваюсь с тем, что, общаясь и с коллегами, что действительно далеко немногие люди обращают внимание на эту сторону стыда. И вместо того, чтобы свой стыд отрицать человек, который в состоянии развивать стыд умеренного, воспринимает его как сигнал к изменению. Цель или задача – чувствовать себя достаточно хорошим, принимая вызов движения от стыда к гордости. Чередование временных состояния стыда умеренного и гордости внутри себя, как отражение текущего наше поведение и отношений к другим. Так что же это за функции? Это, прежде всего, человечество. Это чувство принадлежности. Я такой же человек, как и все другие. Это помогает идентифицироваться в том сообществе, где каждый из нас находится. Смирение. Что оно всегда включает? Скромность. Что я ничем не хуже и не лучше. И четкое осознание собственных границ, ограниченности своих собственных человеческих возможностей. Автономия. Включающая в себя индивидуальность, самоценность и независимость. И компетентность. То есть, стремление стать лучшим в пределах своих границ компетентности, включающих в себя и власть, и то, что носит название привычка компетентности, и реалистическая гордость. Я подчеркиваю, реалистическая гордость за свои непосредственные достижения, реальные достижения. Таким образом, основная ценность умиренного стыда в том, что он помогает людям отследить свои отношения с ним. И вот такой стыд он скорее активизирует, нежели парализирует. И я еще раз подчеркиваю, задача терапии, и в частности здесь идет речь о когнитивном поведенческом подходе, подвести человека к тому, чтобы он сумел реструктуризировать свои дисфункциональные убеждения, чтобы он смог изменить свою картину мира. В таком случае стыд начинает работать ему на пользу. Ценностная составляющая рационального чувства вины. Я бы хотел сказать, что чувство вины может быть ирационное. Но здесь вот в преддверии курса, практического курса, который начнется 17 февраля, к митивному аэкономическому подходу терапии, стыда, и при работе с дисфункциональной семейной системой, я предваряя полностью не буду пока раскрывать все тонкости. И мне бы хотелось вот говорить больше о ценностной составляющей рациональной чувства вины. А так, чтобы вы понимали, тем это очень интересно, и при системном взгляде, подходе за непродолжительное время, используя достаточно широкий арсенал когнитивно-поведенческих техник, можно обнаружить, что человек в похожих ситуациях ведет себя похожим образом, с помощью стереотипных мыслей, направленных самыми разными ведущими правилами, в которых он сам же себя загнал, и может довести себя до очень серьезных эмоциональных переживаний, иррациональных переживаний, которые, как следствие, ведут и приводят к избыточным физиологическим реакциям, и поведенческим проблемам. Но об этом немножко позже. А вот сейчас ценностные составляющие рационального чувства вины. Это прежде всего, как отражение реальности. Указание, что я сделал что-то не так. Указание на предрешение передачи. Рациональное чувство вины сегментирует человеку необходимости изменения его поведения. И в этом вот тоже есть огромный смысл. Именно при работе с избыточным чувством вины никак не обойти без когнитивных поведенческих подходов, потому что, ну, я считаю, что это основной метод при работе с избыточным чувством вины. Основной. Потому что работа основной не делается на когнитивном поведенческом уровне. Рациональное чувство вины приводит к рационально-моральной должности. Уважение себя, самоуважение. Жизнь в соответствии с собственными ценностями. И вот по всему тому, что вы слышите, к выходу на изменение поведения, возвращение уважения к себе, дожить в соответствии с собственными ценностями, по всему к этому подобран, исходя из достаточно широкого арсенала длинтивных поведенческих методик, к каждому из этого подходит определенный метод. Рациональное чувство вины помогает индивиду признавать и исправлять ошибки. Поступая морально и проявлять инициативу. Вот с инициативой это очень интересно. Сейчас будем разбирать основные отличия стыда и вины. Об этом еще раз скажу. То есть быть великодушным и сочувствовать. Вот немножечко о распределении консинера, распределении преемственности чувства вины, а чувства вины моральной гордости. И вот в этой таблице я очень четко представил, что из себя представляет иррациональная вина, которая может проявляться на так называемом недочеловеческом уровне, который себя чувствует грешником. Все его поведение для человека морально неприемлемо. Моральная идентичность эгоист и бесконечные признания, покаяния и ожидания чрезмерного наказания, на так называемом прокуре. Точно так же, исходя из того, что есть целая куча так называемых психологических защит, чувства вины, на сверхчеловеческом уровне, когда человек активно использует защиты, иррациональные чувства вины может проявляться такая иррациональная моральность святой. То есть все поведение морально приемлемое и морально идентичность самозабвенного забывает абсолютно для себя, он только и делает, что спасает всех вокруг, и он тоже исходит из бесконечных признаний и бесконечно ожидают через мега наград, так называемый правильный. А вот теперь посмотрим, как распределяется рациональная вина, то есть рациональная вина приводит на человеческом уровне рациональной моральности. Есть даже такой термин моральное поведение. Моральное поведение включает в себя то, что я исхожу из системы собственных ценностей, я доволен и ущерб себе и другим людям. Специфическое поведение морального непрерывного, то есть человек точно дает себе отчет, он адекватен, он четко различает, где он ошибся, где он повел себя неприемлемо, он готов это признавать и исправлять. Моральная идентичность, то есть человек с рациональными чувствами идентичность, он осознает его есть право исходить из собственных выгод, то есть это осознание мистических аспектов понятия здорового эгоизма, и еще раз повторяю, он стремится быть довольным, но не в ущербе, это обогревает. Моральная идентичность включает в себя сознание не мистических аспектов, то есть в случае рациональной моральной идентичности человек способен тому, Потому что называется альтруизм, упатие и так далее. Если следуют специфические признания, если человек признает, что он не прав, он готов нести соответствующее наказание. Это уже уровень, так называемой, личной ответственности. Если он, учитывая рациональную моральность, готов признавать свои достижения, право достигать, его ждет соответствующая награда. Вот так вот, пока кратко предваряя, о чем пойдет речь и на курсе, немножко о распределении чувства вины от рациональной к моральной должности. Это, по большей части, то, что называется системный подход. Двигаемся дальше. Продолжаем говорить о том, что рациональная вина – это более человечное состояние. Слово «человечность» включает в себя на то, что каждый из нас ошибается. Каждый из нас обладает правом совершать ошибки и бесправляться. И каждый из нас чаще всего непреднамерен. Чаще всего, я подчеркиваю. Огромное количество ошибок совершается в нем. Каждый из нас совершает те или неагрессивные акты или имеет морально неприемлемые агрессивные мысли. Да, каждый из нас это и есть. Так вот, если человек совершает ошибку, то рациональная вина подбегает на признание. На исправление ошибок, возмещение, выход на прощение. И вот здесь никак не обойдешь. Есть такое слово «хамарти» древнегреческого, означающее «промах». Очень жаль, что в последние 10 лет слово «агрессивность» приобрело по большей части негативный оттенок. Я обычно пациентам, чтобы, скажем так, помочь им осознать, что на самом деле означает агрессивность, я им предлагаю поговорить о том, что у каждого из нас есть зубы, каждый из нас живет, переваривает. И уже в этом агрессивный. То есть агрессия – это означает по большей части освоение. И агрессия, она неразрывно связана с тем, что носит название «инициатива». Я обещал, когда коснуться. Так вот, так или иначе, обладая определенным агрессивным потенциалом, потенциалом инициативы, мы вольно-невольно можем иногда кому-то навредить. Так вот, рациональное чувство вина, она именно подвигает к более быстрому признанию, исправлению своего, скажем так, неверного поведения. Рациональную вину отличает реалистичная реакция на вред. В действительном нанесенной вреде. По Хоффману рациональная вина пропорционально реальному лечению ущерба. И уменьшается, когда человек прекращает свое приводящее к нему. Он готов исправляться, а без того, что называется ответственность, это невозможно, и он готов размещать. Я иногда говорю проще. Признать помогает то, что называется честность, а исправить то, что носит название ответственность. Два таких кардинальных ключа по изменению своего поведения. Вот. И здесь далее на курсе будем касаться того, что носит название копинг-стратегии. Вот. Это очень многие, в частности, вот, когда касаемся стыда, ведущая защита отрицания, она по большей части выстроена сама в манер. Вот об этом важно помнить. Двигаемся дальше. Использование КПТ-подходов терапии стыда и вины. Прежде чем говорить о подходах, используемых в терапии стыда и вины, мне бы хотелось указать на некоторое терапевтическое различие. Консультантам, психотерапевтам на самом деле редко в практике приходится проводить различия между системами и именами. Чаще они имеют дело с собой. на самом деле пациент, клиент нуждается в том, чтобы их научили различать эти чувства, и при этом не следует их увлекать высокоинтелекуальной дискуссией. И уделяют различным терапевтическим управлениям для стыда и вины и в коммунитивно поведенческом подходе в частности. И есть вот такие наблюдения, что психотерапевт лучше провалить на аффективном, чувственном уровне, содействуя пациенту, клиенту, проявить свои тайные дефекты в безопасных отношениях. Я бы еще сказал, что психотерапевт дать себя добавлю, что психотерапевт дать очень неплохо работает и на образ, когда проводится развод на уровне изображения, визуализация. А вот выход на эмоциональное чувство вины лучше совершать конфронтацию и на политическом, и на коммунитивном уровне. исходя из системы ценностей и действий в соответствии системы ценностей личности. И вот, наверное, самая соль, скажем так, наиболее важное отличие между стыдом и длиной, где учитываются центральные черты, как человек себя ощущает, какие провоцирующие события, так называемые, триггеры запускают, кого первая реакция, как вовлекается самость, какой центральный страх соответствуют, какого происхождения рация, и какие используются первичные защиты или копинг-стратегии. так, исходя из того, что носит название неудача, если мы рассматриваем стыд, речь идет о неудаче собственного бытия, самобытия, это не достижение целей личных своих, целей эгентичности, целостной самости. Что касается чувства вины, это неудача деятельности, неудача в поведении, это поправление ценностей или других, или в кавычках позволения, когда ваши ценности попирают. Основное ощущение себя, в случае избыточного стыда я неадекватен, я не совершен, ущербен, ничего не стою, выставлен на показ, отвратительный на позор. Что касается чувства вины, то человек часто чувствует себя плохим, злым, порочным, агрессивным, он полон раскаяния. Что касается стыда, провоцирующим событиям, очень часто может быть самый тривиальный повод. Кто-то что-то сказал, кто-то что-то неожиданно как-то посмотрел, этого может быть достаточно, вполне, если человек перегружен чувством стыда. Что касается вины, это действительно или мысленное воображаемое нарушение. Если мы говорим об рациональном чувстве вины, это огромное количество домысливаний, самых разных домысливаний нарушений. Первая реакция в случае выточного стыда, физиологическое опускание глаз, покраснение, аффективная, очень сильная эмоция. Эмоция настолько сильная, что когда общаются с пациентами, с клиентами, они это преддают как угрозу собственной генетичности, чуть ли не уничтожение, самоуничтожение. Когнитивное в чувстве верно и когнитивное это прежде всего осознание своей ответственности, в случае гиперответственности можете себе представить, да, и поведенческое это чаще всего идет фокус на действии, как себя человек ведет. И вот так, чтобы проще, я очень часто приложу этот пример, как различается чувство стыда вины вины вовлечения в санности, идентичности, да, при переживании стыда испыточного образ себя вовлечен полностью, как я мог совершить, да, то есть акцент как я, я, как же я мог совершить это. А что касается вины, здесь частичный моральный образ себя, как я мог совершить это, акцент больше делается на то, что человек совершил, на самовысь. Центральный страх при переживании чувства стыда, страх ненужности, страх быть покинутым, оставленным, брошенным, не принадлежать. В случае чувства вины центральный страх наказания, страх астрахизма, страх подвергнуться осуждению. Если говорить о происхождении, то чувство стыда и избыточное чувство стыда, оно рождается из того, что носит название идентификация социализированными родителями. В случае проблем именно на этой стадии человек изначально перегружен стыда. А вот чувство вины я вот обещал вернуться каким образом агрессии идет рядом с чувством вины. То есть чувство вины по сути рождается как потребность в контроле над агрессивными или неприемлемыми импульсами бессознательными, неосознаваемыми нашими агрессивными импульсами. И вот уже звучала сегодня одна из защитков и стратегий самозабвения очень распространенного для людей перегруженных чувств вины. Люди самозабвения иногда буквально любое свое действие движение в сторону себя могут считать, что они этим самым могут обидеть другого человека и забывают в этом случае о своих интересах, о собственной актуализации. Поэтому у них это колоссальная потребность спасать и помогать другим. поэтому носит название самозабвения. Первичные защиты или первичный код на стратегии здесь тоже есть серьезное отличие. Что касается избиточного стыда, это прежде всего отрицание, это основная защита, уход, когда человек буквально уходит, пропадает, даже находясь перед вами, это перфекционизм, это высокомерие, горденья, смесь грандиозности и презрительности, эксбецианизм и ярость. Обо всем этом очень подробно будет идти речь на основном курсе. Что касается чувства вины, это рационализация, самозабвение, параноид, то есть пронудное мышление, недоверие, порой тотальное раздумье, обсессивно-компульсивные паттерны, поиск для самого себя ужасного наказания и интеллектуализация. Есть еще одна очень интересная защита, вот здесь она не указана, это случая, когда человек пережил чаще жесткий сексуальный абьюз, насилие, носит оно название ацепеней, когда человек буквально прекращает чувствовать. вот такие наиболее важные отличия и тем, кто желает быть на моем курсе, который носит название примитивно-провиденческий подход к терапии стыда и уму при работе с дисфункциональными семейными системами, ну наверное вот это я говорю это вот самая соль, потому что каждый из этих пунктов будет очень подробно именно в практическом ключе разобран, будут представлены примеры, вы сможете все это отработать лично и не просто так эта тема будоражит, привлекает, то что это касается каждого из нас, каждого из нас, каждый из нас как-то себя оценивает, каждый из нас порой проводя психотерапию сталкивается с этой проблемой, у меня на самом деле очень большая благодарность тому, что когда-то вот в руки мне попало это монограммчик, потому что я самостоятельно размышлял об этом много, а здесь вот как-то знаете, попало, а потом когда я стал глубже еще знакомиться когнитивно-когнитивно-когнитическим направлением, мне стало четко ясно, что с этим более эффективно со стыдным вином виной работает, и как это можно вообще приложить к тому, что носит название системная семейная психотерапия, вот так все это и сложилось, и тема на самом деле чрезвычайно важная, я здесь хочу еще такую вещь сказать, что опять-таки это по западным авторам, чтобы не быть голословным, понятие стыда на самом деле не очень распространено на западе, насколько я знаю, западное общество больше перегружено чувством вины, это указывают сами авторы западных, наверное, отчасти я с этим согласен, но вот наша российская аудитория, да, она очень неплохо знакомится с стыдом, и в этом есть и свои плюсы, и свои минусы, плюс это пузитивная составляющая умеренного стыда, наверное, нам, россиянам, ну, важно каким-то образом суметь в большей текне развивать и использовать свой медленный стыд, чтобы выйти на рациональное чувство вины, ну, это так вот, отступление, двигаемся дальше, и вот здесь вот в самом конце мне хотелось еще раз остановить внимание на позитивных функциях стыда, то есть гуманное чувство, это человечность, скромность, чувство автономии, чувство компетентности, что касается чувства вины, это возмещение, признание, возмещение, действие представлением, только так рождается моральное поведение, великодушие, то, что носит название милосердие, и инициатива, инициатива, здоровая агрессивность, в смысле конструктивная агрессивность, которая проявляется и эффективность образа жизни нашего, и в самоактуализации, и в креативности, это еще уважаемый Эрик Эриксон указывает в своих работах. Двигаемся дальше. Общие соображения общих терапевтистов, да? До недавнего времени стыд, как таково, остался на периферии терапевтических интересов, и вот, слава Богу, ситуация меняется, и в казнаторе, которые внесли очень большой вклад в разработку терапевтических подходов. Дело в том, что стыдящийся человек всячески уходит от контакта с другими, в том числе и с консультантом, с психотерапевтом. Есть прекрасная фраза Морриса, что чувство вины поставляет материал для интервью, для психотерапии. Стыд же не допускает этого. И вот об этом важно помнить. Еще важно не спешить, потому что лечение происходит медленно. Я имею ввиду терапию стыда. Что значит медленно? Вы можете достигать каких-то результатов, но через некоторое время стыд, как чувство вины, может возвращаться. Рекомендуемая последовательность психотерапии стыда создания безопасной терапевтической обстановки. клиент пациент очень важно, чтобы он смог раскрыть перед вами, раскрыть свои последние переживания. И очень неплохо работают невербальные убеждения. Вербальные, если вы сможете подобрать многие слова, но опять-таки на курсе, могу показать, как это делается. Убеждение, вербально-невербальное, что клиент пациент не будет атакован, а потом престижен, когда раскроет чувствительный материал. И вот это, наверное, самое непростое, как ни парадоксально, это самое непростое. именно создать безопасную терапевтическую обстановку, именно суметь расположить клиента пациента. Безусловное принятие следующее это человек с его стыком. И вот здесь и чек-терапевту, и пациенту важно всячески справиться со своим собственным искушением медленно, отговаривать пациенту стыдиться. Я не просто так это указываю, потому что это самая распространенная ошибка, желание подвести к тому, чтобы человек избавился от себя и перестал стыдиться. Нужно суметь оставаться со стыдящимся человеком в кругу его собственного стыда. Присоединиться настолько, да, и в то же время и собой оставаться, и в то же время позволить им в вашем присутствии начать этот стыд переживать. Следующее это исследование источников стыда, и вот здесь я указываю те методы, которые работают очень неплохо, пагнитивно-пагнитические, это сбор материала родительской семьи и текущих межличностных конфликтов клиента по ценам. Цель основная помочь человеку понять, что его чувство глубокого стыда произведено посланием других людей, а не объективной реальностью. вот здесь очень четко прослеживают эти связи с тем, что носит название глубинные убеждения, промежуточные убеждения, рождающиеся автоматические мысли, их значения, и очень неплохо здесь работает такая достаточно распространенная техника, известная техника падающейся тревоги, здесь появляется автоматические мысли, значение этих автоматических мыслей, появляется промежуточное глубинное убеждение. Затем очень важно связать нынешнюю ситуацию с историческими данными. С кем и когда ты раньше испытывал или мог испытывать подобные переживания. Опять-таки, чтобы человеку дать понять, что его убеждение, основанное на чувстве глубокого студа, оно не соответствует регитивной реальности. Первые три шага, вновь перечисленные, они только готовят почву для того, чтобы психотерапевт обратился к пониманию пациента о себе. Здесь важно всячески поощрять пациента клиента в его неверных представлениях о себе. Освобождение от влияния садящихся посланий, переопределение, примитивная реструктуризация себя как достаточного хорошего, это праздничная стадия психотерапии, если вы не дошли. поддержка изменений в представлении о себе, которая отражает реалистическую гордость с собой, и здесь очень неплохо работает концептуализация, модель концептуализации диагностического алгоритма не для витальщиков пока. Очень хорошо работает протокол номер два, дневник для конкретных изменений. И что касается стыда, важно помнить. Чем глубже стыд, тем больше пациент, клиент должен доверять терапевту. И периодические регрессии к стыду в терапии обычные дела, это то, о чем я говорил, то, что стыд имеет свойство возвращаться, и в этом нет ничего удивительного, потому что есть такая штука, как спираль стыда. И из спирали стыда сразу не вы. То есть по спирали из глубокого избыточного стыда обычно пациент клиент и выходит, поэтому да, ничего страшного, он периодически возвращается, при этом важно дальше просто продолжать работать. Ну, по мере того, как вы работаете, доверие возрастает. Теперь, что касается работы с чувственной вины в общее замечание. Чувство вины липучие переживания, я не просто так использовал этот термин, чувство вины избыточное может стойко держаться много позже того срока, когда, по сути, должно произойти освобождение. Человек может уже освободиться, но при этом он будет склонен возвращаться к этим безфункциональным патрамм. Иррациональное чувство вины может возвращаться внезапно, без ясной причины, на тот момент, когда клиент и пациент начинает больше работиться в тебе. То есть каждый акт его самоактуализации, самоутверждения по мере работы с избыточным чувством вины будет приводить к ощущению большей вины и страха наказания. И лучше всего пациента, клиента к этому подготовить. И вот еще очень интересная терапевтическая фраза, что чувство вины приводит людей к психотерапии. И неразрешенные проблемы вины, если вам не удалось психотерапии какие-то серьезные проблемы чувства вины разрешить, они являются главной причиной преждевременного прекращения терапии. Вот такая очень удивительная, интересная, емкая, многоговорящая фраза. Работа с чувством вины продолжаем вплощительный подход к панитивному поведенческому. Я бы даже так сказал непредпочтительное, наверное, самое оптимальное, вот именно что касается чувства вины. Лучше него в этом аспекте я не знаю. Использование прежде всего диаграммы панитивной концептуализации под Жуденберг способы анализа ситуации с дефункциональным мышлением изменений с функциональным мыслям убеждений. Дмитрий Витальков по 2001-2004 работа с автоматическими мыслями, систематизация протокола СМЭР, использование протокола номер 2, то есть концептуализация диагностического алгоритма, применение дневника для конкретных изменений. Метод совладания с психотравмирующим переживанием десенсибилизация к ним письменная экспозиция очень неплохо работает именно с отсроченными травматическими переживаниями, что касается эмоционального и сексуального насилия, как противостояние фабрическому убеганию. Написать проще, написать проще, чем какие-то вещи проговаривания. Метод совладания с тревогой и страхами, а важно отметить, что страхи и тревоги они идут рядом при переживании и стыда, и чувство вины, так называемое принятие, во, осведомленность, бэку. Использование эмоциональной схемы, это в случае уже, когда работаем с чувственной вины, с тем, что носит название зависимых формок поведения, дисфункциональные взаимоотношения в семейной системе, для изучения типичных способов совладания с тревогой, а также основные рекомендации по совладанию с тревогой и негативными мыслями. И намеренно выделил вот эту фразу о том, что потребность осознания страха наказания, который стоит за рациональной виной. Если помните, это ключевой аспект происхождения избыточного чувства страх быть наказанным. Именно страх быть наказанным приводит к тому, что человек чувствует избыточную вину и делает все, чтобы не соприкоснуться с болезненными и мучительными переживаниями, которые она рождает. Теперь несколько слов о темах стыда вины с национальной и семейной системой. так, чтобы вам было понятно, это системные установки, системные убеждения, которые самым парадоксальным образом помогают сохранять вот этот дисфункционал. И этому будет тоже посвящен достаточно большой раздел практически предстоящего предстоящего курса. Такие темы стыда чаще всего звучат не дисфункциональными отношениями. борут шейн, стыд займу или шейн баун стыд заразен. Дети или взрослые, которые заметным образом затрагивают взаимоотношения с агиттом, часто перенимают его стыд. Иногда кажется, что они стыдятся больше. Критические суждения себе. Девит, которого немилосердно судили, вероятно интернализирует, интернализует, присвоит критики. Он даже не будет нуждаться в критическом голосе извне, скорее будет регулярно говорить себе, что ничего не стоит. Не важно, насколько он успешен, не важно, какое количество его лет, он будет считать себя обманщиком, недостойным называться человеком, так называемое искусство вследить себя самого. Он не может принять того, что он делает, потому что не принимает того, кто он есть. Я недостоин любви, я недостаточно хорош. Блокирование интимности. По Шеффер и Олсен, они определяют пять отдельных типов интимности. Эмоциональная, сексуальная, социальная, рекреационная. Для того, кто понимает, объяснил это умение отдыхать, рекреационное, умение отдыхать, чем привлекаться совместно, интеллектуально. Зазависимые индивиды могут испытывать трудности в установлении связи любой из этих областей во всех сразу. И некоторые причины проблем с интимностью самым тесным связаны с избыточным стыдом. Роль заботящегося как феномен стыда это так называемые помогальщики, созависимые. Они очень часто аутсайдеры в жизни, но временами оказываются в самом центре семьи организаций, спасатели, помогальщики. Все это на основе избыточного стыда. И пораженческое поведение в жизни недолет по жизни. Адикты не важны, злоупотребляющие алкоголем, наркотиками, зависимые от еды, от секса, склонны к такой фрустрирующей характеристике, как звание мастера достижения почти успеха в жизни. Они саботируют себя с настораживающей регулярностью и стыдящему семьи. Множество раз говорили, что он нехорош, недостаточно хороший. Это не быть полным неудачником, но и не быть успешным. Ловушка послания. Обычные темы вины дисфункциональных семьях или, так скажем, системные установки убеждения, касаемые избыточного чувства вины дисфункциональной семьи. Что я сделал неправильно, возможно, самый распространенный вопрос в дисфункциональной семье. Таким-то образом, ответственность и вина должны быть определены, чтобы заполнить тот вакуум, порождаемый страхами, сомнениями, которые сопровождают аддиктивные проблемы. Семьи бесконечно ничему не научаясь ищут, кого бы обвинить и исправить ситуацию. Пять обычных тем вины, коллективная вина делает каждого ответственным за всех, чувство моральной неадекватности в связи с какой-либо семейной серьезной удачей. Чувство вины возникает, когда кто-нибудь нарушает семейные правды покровительства употребляющих. Что означает эта правда? Каждый должен уберегать употребляющего от последствий его собственного появления. Коллективная рационализация проецирует ответственность за пределы семьи. Что я сделаю не так? Да ничего, это они все, это во всем они виноваты, другие. У нас все, слава Богу. Враждебность к употребляющему приводит к нарастанию чувствования. Коллективная вина тормозит адекватное выражение агрессии, в дисфункциональных силах. И тот, кто берет на себя роли, оставленные аддиктом, чувствует вину за это замещение, вина заместителя под секса и доша. Это чувства, испытываемые индивидуумом, который заменяет аддикт, исполняя его повседневные функции. Старший ребенок, допустим, берет на себя роль кормильца, гаранты висцедыны, когда его папаша пьет. И при этом он испытывает колоссальное чувство вины. И буквально еще несколько минут о темах установки убеждения касаемых стыдовин выздоравливающихся. Распространенные проблемы, связанные со стыдом, помощь выздоравливающему аддиту, созависимую во встрече собственности с стыдом, или преждевременно простить и забыть, или все же начать делить ответственность. Выздоровление как источник гордости, хранить тайну позорную, не стыд, либо наконец признаться и двигаться к выздоровлению гордости. Позволение выздоравливающему вернуться в семью, восстановление доверия, перфекционизм и нереалистичное ожидание, несключаемая требовательность, которой неизбежно терпим удача. В таких семьях с трудом признает успех другого, поскольку успех определяется больше как избегание неудачи, чем позитивное достижение. И члены семьи всячески нуждаются в принятии своих ограничений. Обучение нестыдящим коммуникативным паттернам. В аспекте семейной психотерапии очень замечательная практика круг похвал, практика позитивных сообщений. Распространенные проблемы, связанные с чувством вины, а детка и его семья нуждаются в том, чтобы возмещать наконец друг другу ущерб. выздоравливающие семьи должны научиться превращать коллективную вину в индивидуальную и разделять ответственность. Семье важно научиться общаться без лишних упреков и обвинений. семья может заменить рациональную вину на рациональную. Я, в принципе, закончил. Сейчас посмотрю вопросы, готов на них ответить. Здесь рекомендуемая литература. Я бы сюда еще добавил замечательную книжку Дмитрия Викторовича Ковака «Илья качая без паники». Свобода от тревоги Роберта Лихи. Ну и Роберт Оттер и Фрон его монография «Ответвина» и «Алкоголизм». Подожду несколько минут вопросы. Если есть, задавайте в чатах. Готов буду на них ответить. вопросов «Элкоголизм» и «Алкоголизм» и «Алкоголизм» в течение мемор «Элкоголизм» Комитивно-поведенческий подход терапии стыда и вины при работе с дисфункциональной семейной системой. Это своего рода прорыв, потому что речь пойдет об использовании комитивно-поведенческой психотерапии в стратегическом, системном, семейном подходе. И то, что вы услышали сегодня, будет очень подробно разбираться в практическом ключе. И большое спасибо за внимание. Всего доброго. До новых встреч. Я завершаю. Спасибо всем.